ловись рыбка честно мне уже даже без разницы какая опа тресочка словилась кстати как удобно там реально даже в море тогда идти не надо вот сюда просто подходишь к этому прудику где от сосоты вот эти плавают и ловишь рыбочку опа она опять тресочка кстати кать это нормально то что я словил рыбу которая называется клоун томатный это я даже не переименовал ничего просто у меня в ведре клоун томатный очень интересно как и как это еще получилось но какая разница опа вот лососик нормально слушай катюх ты тоже подходи сюда тут удобно рыбку ловить да ладно я тебе говорю да да ладно да быть такого не может идти скорее сюда это ты сюда иди это я здесь рыбку ловлю давай нет это ты иди сюда у нас здесь чудо новогоднее случилось скорее скорее к елке олег отоди в сторону олег сейчас же тебя за позвоночек славлю ты смотри ты смотри он мне рыбу спугнул только что гвидона с собой бери и скорее к елке так ладно сейчас потом доловлю какой елки куда бежать у нас одна елка в городе с тобой новогодняя скорее скорее пока все это не пропало вдруг мне кажется вдруг у меня галлюцинации я значит решила покататься на катке иду сюда уже хотела расчехлять свои коньки как тут бац смотри что под елочкой то новогодние подарки понимаешь еще сегодня даже не 31 декабря дед мороз уже все-таки решил нам подарить подарки а я то в прошлый раз мы его что у нас нового года с тобой не будет давай посмотрим скорее что там внутри дубовая лодка и тут дубовая лодка и тут дубовые лодки и тут дубовые лодки все абсолютно в дубовых лодках так это же самый прекрасный подарок на новый год который только может быть как он успел так нам сюда приехать так как мы его так с тобой даже не заметили и столько подарков нам с тобой принес сколько это раз-два сундук так 3 4 5 6 7 а тебе что-нибудь он подарил наверно это все мне кать это не подарки это сундуки мои с этими с ресурсами которые я трачу на то чтобы буду строить наконец-то этот starbucks до конца какие подарки подожди ты к тому же внутри дубовые лодки зачем тебе для starbucks и дубовые лодки вот это я уже не знаю потому что это не я их сюда засунула подожди это наркоманы петровичи сюда засунули дубовые лодки а здесь блоки все эти находятся это это сундуки и ты понимаешь мы с тобой тоже как бы не дети мы с тобой уже взрослые молодые люди дед мороз нам специально подарил такие ресурсы чтобы ну нам это нужнее чем всякая разная ерунда это дед мороз пришел ничего не понимаешь вообще кать каждый год за неделю до нового года разработчики меняют текстуру всех сундуков это просто новогодние сундуки а вчера они были совершенно нормальными это просто новая текстура своими ресурсами и наркоманов петровичи это не твой подарок я так и знала не зря я прошу раз тебе ныло что новый год у нас пропал и не будет у нас этого нового года я думала это подарки от деда мороза мы все-таки себя хорошо вели этот целый год это просто обычные сундуки дырявые дурацкий фу блин то нового года еще неделя осталось мы елку достроили достроили еще вот это я даже я даже вот это головы криперов головы драконов головы скелетов мамину маму на елочку поставим чтобы она еще красивее было сейчас делаем здесь вообще новогоднюю атмосферу ты же вообще помнишь то что мы хотели построить домик для деда мороза ну конечно дед мороз к нам и не пришел потому что куда ему вообще здесь переходить может быть он на травке посетит у нас даже снега в городе нет конечно у нас быть ни подарков ничего но так давай сейчас тогда построим домик деда мороза стеговиков сюда за пердохаем заснежим всеK не заходами тогда дед мороз к нам придет 31 декабря у нас св Fast нет я вам последний лед на каток истратила вот тогда сейчас пойдем снег тобудем для деда мороза домик построим все вот это вот сделаем и тогда дед Мороз к нам придет, и ты наконец-то это самое ныть-то хотя бы не будешь. А подарки он нам подарит? Ну, если ныть не будешь, тогда подарит. Так, все хорошо, я ныть не буду. Если что, я хочу какие-нибудь красивые резные блоки из бетона. Ты на Новый год хочешь подарок блоки из бетона? Резные, чтоб красивые такие были. Ох, уж эти бабские желания никогда вас не понять. Ладно, будут тебе блоки резные. Ой, слушай, нам нужно аккуратненько полететь там эти разбойники, вон брата этого злого Жорика, я не хочу с ними видеться. Так, мы сюда и не собираемся лететь. Вот, можно где-то возле этой деревешки, возле мишки остановиться. Здорово! Так, а давай его заберем, а у тебя поводок есть, а? А на кой фиг нам еще один мишка? У нас дома три есть. Где мы еще четвертого-то держать будем? Давай отвлекаться на это не будем. Иди, добывай снег. Не-не-не-не-не-не, смотри, смотри, я придумала. У нас будет с тобой традиция каждый год. Мы каждый год будем нового медведя приводить, а? Нафига? Ну, традиции, на то и традиции, чтобы их традиционно выполнять. Медведь, ты пойдешь с нами, ты будешь нашей традицией. Иди, снег, собирай вот это. Иди, снег, снег, иди, собирай и валим отсюда, пока мишка тебе сракостанцию не откусил. Вот так тебе и надо. Нефиг в мишку пуляться снежочками-то, а? Так, лед тоже, лед тоже нужен. Ну, иди тогда за льдом. О, подарок! Вот это точно подарок. Вот это кому-то Дед Мороз принес подарок, сейчас мы его стыбзим у кого-то, а? Это сундук. Опять меня обманули, блин. А зачем ты до ремонта иглу жителей разрушаешь? Там лед другой нужен, ты что людям дом портишь? Подожди, так вот же лед. Так это иглу, ты видишь кровать, здесь люди живут. А, ну все, больше не живут, значит, и кровати у них тоже больше нет. Что тебе надо, ядрик колотить, снежки? Добывай, давай, и валим отсюда, я тебе третий раз это повторяю уже. Я пойду чужие иглы сломаю, чтобы у нас больше льда было. Не надо, дичь, иглу ломать, иди вот лед, который нам на реке, добывай до ремонта. Ой, блин, с тобой, как обычно, весело. Миш, да, да, нормально, но он хороший парень так-то. Он очень добрый, заботливый, ты на него не нападай. Ну, пойду, может, тебя снежком кинул. Так это игры такие, детские, забавы. Ты это самое, с тобой что, здесь никто не играет, что ли? Я тебе говорю, пойдем с нами. У нас там три медведя. Ленк Михуил этот самый. Как его зовут там, этого маленького? Петька Самосвал? Подружишься с ним. Вы вообще будете классными друзьями, а? Я об этом же. На меня злиться не надо, вот этот. Я просто поиграться хотел. Вот, брось с него снежком. Что-то, что-то, что-то каждый раз нападаешь на меня. Все, все. Да ты успокоишься, жопа северная, или нет, не могу понять. Так, все, у нас уже достаточно снега, льда. Мы тут иглы все переломали, я думаю, можно домой валить. Ну, так, все, крылья в жопу, руки полетели, давай. На жориков не отвлекаемся. Домой, Катюха. Быстрее, быстрее, а то сейчас снег растает. Давай тогда сделаем так. Ты сейчас идешь и начинаешь строить домик для Деда Мороза. А я пойду сделаю как можно больше вот этих вот снеговиков. Тем более у нас, смотри, сколько тык здесь дофига на огороде. Мы их давным-давно не собирали. Давай. Я помню, в прошлом году у нас ходили снеговики и все снежили. Но я не помню вообще, как они делаются. Вроде нужно просто снег на снег на снег, и все, и получится снеговик. Ну да, примерно как-то вот так отойдет в сторону. Я вот что забыл. Перед тем, как вот это тыквы забирать, надо сделать вот так. Лица. Это реально Хэллоуин какой-то получается. Да какой Хэллоуин, я тебе говорю, у вот этих снеговиков на башне будут вот эти тыквы. Вот смотри, подойди вот сюда. Эти тыквы, я же тебе сказал сейчас, подожди, я же тебе так говорил, эти тыквы, их же можно вот это вот все самое, их же можно на голову надеть. Вот смотри, вот так просто берешь, помнишь, как мы их на голову надевали? Ну помню, конечно. Я твой пранк, когда я ослеплю, вообще никогда не забуду, так что... Вот смотри, какой я красавелла. Вот, ты тоже так же можешь взять где, вот, возьми тоже, надень вот эту тыкву на голову, будем с тобой такие красавчики прямо сейчас. Что-то как-то подозрительно, она светится, проклятие несъемности, иди ты в пень, понял? Да чё, да ты видишь, что я точно такую же тыкву на голову надел, на, надевай, Кать. А давай, давай тогда ты мне свою, а вот и вот эту надень, давай. Так, ладно, как там снеговики делаются, пошли я тебе покажу. Вот именно, давай делай. Чпук, 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 чпук. Э, хатова. Запоминай. Александр, Алексей, Алим, Алишер, Алмаз, Альберт, Афанасий, Ашот, Алик, Асхан, Аскар, Аристарх. Записал? Это ещё половина наших снеговиков, ещё женские у нас есть снеговики. Это самое Августина, Авдоти, Аврора, вон, Агафья, Аглая, Ада, Аделада, Аделаина, Аня. Угу, записал? А ты чё, всем снеговикам имена хочешь дать прямо сейчас? Я уже этим занимаюсь. Ты записал, а то я могу повторяться. Повторись, а то я не запомнил просто. Я говорю, вон, давай, Александр, Алексей, Алим, Алишер, Алмаз, Альберт, Августин, Афанасий, Арсений. Это мужские у нас снеговики были. Ага, подожди, подожди, а сразу вопрос. А как ты запомнишь, кому какое имя ты дал? Они же все одинаковые. Так, ну, бирки, бирки нужно подготовить каждого, назовём, чтобы никто не остался без имени. Подожди, всё, короче, нет, пускай они просто здесь будут ходить, мы с тобой должны разрушить все эти факелы, потому что они потом топят снег, а нам вот это не нужно. Мы потом здесь фонари построим красивые. Вот так всё делай. И, короче, домой беги за вот этими ресурсами, я тебе предлагаю сразу же начинать строить домик для Деда Мороза, а? Так, а зачем нам ресурсы для домика Деда Мороза? Он из пряников делается, из конфет там, из чего ещё? Ну так а у нас есть эти пряники и конфеты, чтобы дом сделать? Нет. Ну тогда иди за ресурсами. А, ну тогда пошла. Все свои последние ресурсы потратим на этот домик для Деда Мороза. А ты ещё уверена, что мы ему дом должны строить? Может, просто как бомж на улице поживёт, а? Он что, не человек, что ли? Вообще-то он не человек, это Дед Мороз. Ну хорошо, а вот представь, если бы ты был Дедом Морозом, вот ты бы пришёл ко мне подарить подарок, если бы тебе негде было бы даже переночевать. Так вот я бы тебе, в принципе, не пришёл бы дарить подарок, потому что это вредная жопа и подарка не заслужила в этом году. Так, ладно. В смысле не заслужила? А как же резные блоки? Ну ладно, кроме резных блоков ты в этом году ничего не заслужила. Я тогда тебе предлагаю поставить... Где мы его строить-то будем? В той стороне или здесь, возле ёлочки? Смотри, с этой стороны каток, с этой стороны ёлка. Значит, вот тут должен быть домик. Вход у нас будет из сосательных леденцов, вот здесь. Тросточки, тросточки сосательные. Да, вот так. Ну, надеюсь, Дед Мороз не сильно объелся, и в этот промежуток он поместится. Сейчас мы ещё дверку достанем и поставим вот так вот. Оп. Ага. Я ставлю стёклышки, а ты давай украшай их люками. Главное, нигде не пропустить. Мистер Крипер! Мистер Крипер, мистер Крипер, убей его! Убей! Убей ты! Убей ты! Нет! Нет ты! Ты же, ты же Катюшка профессионал! Ты умеешь убивать Криперов! Я умею убивать Криперов! Давай, ты умеешь убивать Криперов! Давай, Катя! Я умею убивать Криперов! Умею! И чтоб так было с каждым Крипером. Ага, чтоб больше никто у нас не взрывался здесь. А скелет-то тут откуда взялся? Ну иди сюда, собака! Ну иди, скелетов тоже поубивай. Так, засраивай окна давай быстро! Наши инженерские способности немного дали сбой. Мы построили дом, а он начал упираться прямо в ёлку. Ну, конечно, это вообще не дело. Поэтому мы немножечко его так подвинули ближе к краю, чтобы всё было по красоте. Так они бесполезные тогда получается. Это ещё хорошо, что они в Старбаксе там нам ничего не взорвали. То есть вы должны защищать наш город, а вы наоборот его взрываете, снеговики сраные! Так, слушай, они свою работу сделали. Сделали, они тут всё заснежили, заснежили. Давай их поубиваем нафиг, они реально нам тут всё портят. Я столько взрывов слышала. Они-то по-любому нам ещё что-то взорвали. Вот именно. Мы пока этот дом строили, я раза четыре слышал, что где-то там Криперы взорвались. Это вот как они взрываются получается. Ну, Катюха, в принципе, вот домик для Деда Мороза готов. Небольшой такой, уютненький, кроватки не хватает, камина не хватает, но это мы чуть позже построим, потому что сейчас, ну как бы, уже здесь спать можно получается. Хоть на полу, но уже. Нормально, ему, я уверена, понравится. И подарки он нам точно теперь принесёт. Угу. Ну а всё-таки, чтобы Дед Мороз к нам пришёл, и мы с тобой Новый год не пропукали, пойдём я тебе кое-что покажу. Я тут одну идейку придумала. Ты пока нарви мне пшеницы, пожалуйста, а я соберу какао-бобы, они как раз у нас выросли. Оп, оп. Ты чё, печенье собираешься делать или чё? Ну смотри, какой ты умный. И реально, давай мне скорее сюда пшеницу. Давай, 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 времени нет. Держи. Это ты мне? Кстати, реально, ты давно мне уже печенюхи не делала. Вот так вот. Не тебе, а Деду Морозу. Если ты не в курсе, то ему всегда нужно оставлять что-нибудь сладенькое, чтобы он пришёл. Сейчас мы с тобой печенюх наделаем, в доме оставим и будем его поджидать. Так там это, так там печенье и стаканчик молока нужно оставить. Ну извините, стаканчика молока у нас нет. Или корова даёт молоко? Не, не, какое молоко? Она Кока-Колу даёт. Молоко корове не даёт в Майнкрафте. А Дед Мороз Кока-Кола будет пить? Наверное, да. Так, ну всё, печенюшки Кока-Кола. Отличный набор. Тут есть верстак, кстати? Ага. Сейчас, аккуратненько, зайдём домой, разложим там везде печенюшки, молоко, и он должен это обязательно заметить. Не, на самом деле, хотя бы кровать-то стоит поставить. Ага, ну чуть позже поставим. Так, вот, я её здесь оставлю, прям на входе. Вот так. А зачем корова-то нам? Молоко? А чё, он сам, что ли, её доить будет? Ну Дед Мороз самостоятельный, я чё, это, кто я ему, нянька, что ли? Ведро возьмёт, корову подоит, твоё молоко себе выдаёт. Каждый раз свеженькое будет, не протухнет зато. Так, ну ладно, на, держи тебе половину печенюшек, на, разбрасывай везде, в каждом углу. А чё ты так много-то ему это сделала? 64 штуки? Да ты мне в жизни так никогда не делала столько много. Всё, выходи. А ты и не Дед Мороз. Ну ладно, да, выходи, выходи, выходи. Так, сюда, 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 всё, вот так. И чё, думаешь, он сейчас придёт? Ну не прям сейчас, нам надо где-то с тобой спрятаться, чтобы мы его точно заметили. Я предлагаю его тут в воду. А мы сосательные леденцы ещё не построили, вот эти вокруг дома. Ну это сосательные леденцы-то потом, ему на них пофиг, иди, давай сюда будем куковать, ждать. Всё, ты главное молоко свежее давай, и чтоб Деда Мороза не разочаровать. На, печенье, хомяч, ага. И чё, мы так до 31 декабря, что ли, здесь в воде будем стоять и Деда Мороза ждать? Ну вот сколько надо, столько и будем ждать, всё, тихо. Ладно, значит ждём. Эй, ты чё печенье ешь? Ты чё, ты же Деду Морозу, ну-ка выплюнь быстро. Ладно, на, шадина. Всё, не жрать больше. Субтитры подогнал «Симон»